Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире проект «Союз Онлайн» в студии Виктория Шабанова. На календаре пятницы, 7 октября, второй день благотворительного марафона «От Сергия до Покрова». Что является целью марафона? Как всегда, сбор средств. На что на этот раз спросит зритель? На то, чтобы оплачивать спутниковое вещание, поддерживать и обновлять телевизионную аппаратуру. На то, чтобы «Союз» смог жить и в эфире, и развиваться. «Союз» нам очень сильно нужен для того, чтобы лучик солнца, которым он всегда являлся, не угасал. Здравствуйте, дорогие телезрители! Какая привычная фраза! Меня зовут Елена Сетник. Раньше была программа «Литературный квартал». Может быть, вы помните. Как опустел бы этот мир, не будь в нем литературы, богатого, неисчерпаемого источника мыслей, чувств, загадок, характеров. Все в мире меняется, но книгу человеку, его друга, его помощника, его учителя ничто не сможет заменить. Встречу с писателями и их произведениями готовит для вас каждый новый выпуск программы «Литературный квартал». Сейчас вот я сижу дома, воспитываю двух вот наших детей, мальчиков. Мы находимся в соборе Успенском. Величественный собор был когда-то разрушен, а теперь мы всем миром его восстанавливаем. И вот наш любимый телеканал «Союз» тоже нуждается, чтобы всем миром мы поддержали его, чтобы он вещал, радовал и просвещал. Дорогие телезрители, рада встрече. В программе «Четверть часа» появилась новая рубрика про вкус и цвет. Дорогие телезрители, поддержите телеканал «Союз». Настоящий православный канал, который несет разумное, доброе и вечное. Смотреть его приятно и полезно. СОЮЗНОЕ В СЛОЖНОЙ ФИНАНСОВАЙ СИТУАЦИИ «Союз» находится все 11 лет своего существования. Но милостью Божией и поддержкой зрителей история первого православного телеканала не заканчивается. И даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях у нас получается объединить усилия, сделать очередной рывок и продолжать вещание почти на сотню стран, при этом повышая качество работы в эфире. За период с апреля по октябрь текущего года у Союза имеется задолженность завещания – 44 млн. рублей. В каждом месяце, покрывая основную сумму оплаты, мы оставались должны. В апреле – 4 млн. 100 тыс. рублей, в мае – 5 млн. 600 тыс. рублей, в июне – 6 млн. 800 тыс. рублей, в июле эта сумма составила 8 млн. 500 тыс. рублей и в августе – 9 млн. рублей. За сентябрь предстоит к выплате еще 10 млн. рублей, и всего получается 44 млн. рублей. Простите, дорогие друзья, что приходится утомлять вас всей этой устрашающей арифметикой. Быть может, когда вы услышали эти цифры, то подумали, что ваши 100 рублей ничего не значат. Но это не так. Именно из таких вот небольших пожертвований и складывается жизнь Союза в эфире уже 11 лет. И мы очень благодарны тем, кто регулярно поддерживает Первый православный телеканал. Реквизиты для банковского перевода вы можете найти на нашем сайте tv.fis.ru. Здесь же можно скачать заполненную квитанцию, распечатать ее, прийти с ней в Сбербанк и внести пожертвование. Только для этого необходимо взять с собой паспорт. Также вы можете позвонить нашему секретарю и попросить продиктовать реквизиты или прислать вам готовую квитанцию. Телефон 278-60-11, код города 343. Звоните в будни с 8 до 16 часов по московскому времени. Еще можно перевести деньги на банковскую карточку, тоже в Сбербанке. Для этого нужно не очень много цифр. Предлагаю вам записать номер карты. 42-76-16-00-10-78-33-80. Удобные терминалы установлены в торговых центрах, такие как Киви, Амиго, Компей, Телепей. Ну а сейчас смотрите вторую часть сериала «Финансовая яма». Здравствуйте, дорогие союзники! Я сейчас не просто Светлана Ларина, я символ. А символизирую я собой финансовое положение телеканала «Союз». Вот эта яма, она финансовая, и я нахожусь на дне. Так всегда бывает после летнего периода отпусков, дачных участков, ремонтов, сбора детей в школу, и это вполне понятно. Но знаете, находиться тут не очень-то здорово. Давайте все вместе вытащим наш дорогой союз из очередной «Финансовой ямы». Поддержим союз! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова